Ну, тут как бы не фитнес, да? Да, да, да. Ну, конечно, надо его моторикой ног нужно поработать. А что это за парень, о котором трепкий шорох? Вышел ринг, готовый разбирать фриболов, пыль и порох. Все говорят, он молод, его кулак молод. Мы в зоне бокса. Вообще территория комфортная для Женька. Пришли в зал, замазывается... California Boxing. Такая атмосфера здесь прям крепкая. Чувствую, я захожу и там такие, ну, прям классические боксеры, которые вот прям в фильмах, ну и вся вот эта эстетика. Очень круто здесь, атмосферно. Ну, тут как бы не фитнес, да? Да, 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 мы уже прочувствовали. Ну, мне нравится. Я же по тебе свалю, ты такой, аж немножечко такой чудеда. Не, когда обстановка разная, ты такой, надо адаптироваться. Да, это нормально. Пылесос. У Женьки вообще, в принципе, тренировка. Если получится, небольшой спарринг дружеский, легкий. И какие-то элементы тренер там расскажет, подскажет. Ну, и... Надеюсь, он будет в настроении, поддержит тебя на лапах. Ну, да, я надеюсь тоже. Всем привет, меня зовут Александр. Я тренер по боксу, тренирую профессиональных боксеров. Ну, и недавно ко мне пришел вот с Женей Моряк работать. Сейчас мы его прокачиваем именно в техническом плане. Делаем из него маленького Тайсона. Сегодня именно будем работать на развитие моторики, ловкости, скорости. Ну, и развитие комбинационных качеств бойца. Ну, твоей, Жене. Работа такая. То есть после каждого нырка нужен делать выход и атаку. Нырок, атака, выход. Нырок, атака, выход. Вот по такому заданию сейчас будем работать. Интересно, когда я профессионал. Тренер. У меня сейчас, видишь, такая слабость из-за того, что вчера три тренировки мы шлепнули. Вот, 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 отлично. И сместился в сторону и ушел. Да. Через переднюю руку вот старайтесь. Да, через переднюю. Раз туда, сюда и назад. Вот, вот. Мы работаем больше на развитие хлесткости у Жени. Вот, и у него плечевой пояс немного зажат. И вот мы стараемся его раскрепостить, чтобы его руки полетели хорошо, хлестко, длинно именно. Вот это такая первая задача, на данный момент сейчас. Ты подбородок вверх поднимаешь, руки припускаешь вниз. И вот у тебя, получается, от груди идут руки. А ты вот старайся именно все кидать от подбородка. Раз, раз, раз. Оп, оп, оп. Сразу руки назад забирай и уходи. Ну, конечно, надо его моторикой ног нужно поработать. Потому что он, во-первых, фронтально двигается. Ну, когда начинает делать атаку, он становится фронтально. И при этом он теряет баланс. Вот, начинает еще координироваться и заодно и удары кидать. Ну, это получается не очень хорошо. Ну, на данный момент то, что он не занимается и сейчас делает, это неплохо у него получается. У меня здесь должен быть бой с Марифом. И мы уже пошли на все возможные условия. То есть, знаешь как, то, что он в медиа говорит, что он готов, там, все дела. Ну, я слышал, да, это все пиздеж. Мы просто идем уже на четвертый и пятый уже уступки. То есть, мы, как бы, мы сказали, что, в принципе, мы готовы. Они сказали, что они готовы. И они вставляют палки в колеса. И мы уже вот на тоненькой, короче, понял, уже. Скоро подпишем контракты и Мари подправится спать. Триал хайд. О, скрытая реклама. О, я просто молчу. А теперь немножко рекламы. Всем, кому интересны наши сратые авторские курсы. Онлайн кач, статика, напряжение, страдания. Все обычно ошивается, знаете где? Конечно же, в Блудинфо. Ссылки я обязательно прикреплю. И всем, кому хочется улучшиться, стать прям отмороженным, диким и многофункциональным. Всем welcome туда. Лавровый лист. А, сын, я же. Пошел качаться. Этот зал, это моя боль. Моя боль в присутствии работы в других залах. Я много лет тренировал в разных залах. И везде все время были какие-то проблемы. Всегда хотелось открыть место, где будешь чувствовать себя комфортно, где будет свой шкафчик, чтобы не таскать с собой шмотки тренировочные. И чтобы была правильная атмосфера. В общем, открывал не зал, открывал дом. В силу того, что все свое боксерское образование я получал в Америке, в Соединенных Штатах. Поэтому для меня весь бокс, он сконцентрирован именно там. И, соответственно, залы, в которых я там жил, тренировался, это вот как раз для меня и есть олицетворение боксерского зала. Здесь тренируются профессионалы, боксеры и не очень профессиональные, и любители, и разные медийные какие-то спортсмены тоже из Попа-Нома. Вот такие, как и Женя Моряк у вас, и Амирхан Оев здесь тренируется. Артем Аганисян, профессиональный боксер. В принципе, все вот наши действующие профессионалы, они так или иначе там, либо если не тренируются здесь все время, то приходится у нас в спарринге. Я не разделяю здесь профессионалов, любителей. И это Калифорния боксинг, это комьюнити, это семья. Сейчас мы бинтуемся, и затем работа на лапах. То есть будем работать, я думаю, что будем работать по раунду. Женя, ты раунд, ты други. Вот так будем меняться. Я думаю, с ногами, с плечами у меня дофига проблем. Ну и все, колхозка пока. Ну, треним. Ты просто себя со стороны не видел. Ну вот. Видишь? Ну, нюансы есть, и это по факту. Мне со стороны кажется, что я работаю, как, я не знаю, как, знаешь, у меня в голове, что со стороны шерохмени, как я работаю. А потом, а в реальности, а в реальности, ты там на себя смотришь, думаешь, Блин, надо было по-другому. Ты что, я же не так работаю, знаешь, это же не я. Я представляю по-другому, да? Наблюдаю за тобой просто, вот когда бой с тенью делали, и вот сейчас. Ну вот, ну чувствуется, что у человека, у тебя есть определенный спортивный уровень вообще в разных дисциплинах. Там плюс-минус, всего по чуть-чуть. И вот интересно было бы на тебя посмотреть, на самом деле, в бою, вот, например, вот с человеком, у кого столько же навыков у тебя. Я знаю, в чем проблема? Вот это прикол. У меня всегда, ну, часто влетал в такие бои, где там профессионалы, люди, и как бы тебе таких пиздуляторов дают, и ты не понимаешь, думаешь, да, занимаюсь. Что происходит? Что происходит? И как бы это нормально, я уже привык. Вот даже вот в чем я занимаюсь, там постоянно ребята или гиганты, или большие, или там, ну, ты влетаешь в них, и такой, блин, их грустно уходишь, а понимаешь, что они больше тебя, опытнее тебя, ну, как бы. Ну да. Но так бы ты, как бы, на самом деле, не против провести бой по боксу, да? По прикинь, по профи боксу, да? По профи боксу, я думаю, я... Ну, с таким же, вот, в плане с человеком, у кого так же нету бэкграунда. Вот это было более-менее. А когда, знаешь, бэкграунд... Чтобы справедливости было. Конечно. Потому что, если у человека будет бэкграунд, это будет нечестно, потому что у тебя его нет, а в плане вот так же, чтобы человек, допустим, из другого вида спорта, и вот так же, как ты, на самом деле, у вас там есть подготовка. Да, это... ну, я, к сожалению, влетал наоборот. Когда учил опыт, он видит меня полностью, мне таких там накидывает, и ты такой, типа, блин. Раз, два, три... Руклон сюда, вот, открытый, раз, два... Раз, три... на лапах идет корректировка и точность удар моторика вот развитие именно моторики рук и точность ударов вот идет и шлифовка техники идет на лап то лапа я считаю что это одно из ключевых лапы спарринги и работы на мешке как удары боги вообще цены сильный ну да неплохо бьет когда корпус именно включая тут когда ему уже говорю когда правильно как бить он уже корпус включают руку длиннее кида это намного лучше получается длиннее сильнее на подустание дать именно в усталости как я говорю мышцы расслабляются и рука начинают длинные хлестка лететь делаем два раунда по 2 минуты готовы отлично и и и и и и и Мне страшно Типа, открывается, там еще что-то Давящий удар, чувствую Он и ударяет И прям вдавливает Ноби чувствует Прет и прет, приходится уходить Приходится уходить Я на страхе Я такой настырный просто Прет и прет, я ухожу, ухожу Сюда, я сюда, он тут, там Еще при этом я пытаюсь его бить И он такой, раз, сбивает мои удары Я пытаюсь его бить Он, ну, па-пам-пам Let's go Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не, ну... Я тебе так скажу, что... Ты так нормально пристукивал По рукам мне... Набил мне руки, да... Эй, без приколов, не понимаю Как это, ну, типа... Его удар я ощущаю, прям, бам... У меня все органы и гулять начинают Нет, ты хорошо работаешь Кайф... Бля, спасибо вообще, хрустяк Взаимно Бля, спасибо Меня погоняли Где-то скорректировали Где-то сказали Люди приятные, профессионалы Джинком очень хорошо постоял Ну, в моем понятии понятно Профессионалы скажут Но, ребят, строго не судить Я дилетант И все А так, в принципе Кому будет в кайф, кто будет в Москве Залетайте в этот зал Ловите положительную волну Все многофункциональности С вами был Гуга Тупурия Женя, Саша Ну и Здесь все, да Я вас обнял, ребят А! Не выключай Не забываем накидывать гагоциты Ставить лайки Сплетничать в комментариях Это важно Для видосов Для продвижения Ну и все Я затрещался